В Украине сформировано теневое правительство. Его состав и задачи объявили сегодня лидеры парламентской оппозиции. Они намерены не только критически оценивать действия власти, но и предлагать им альтернативу. А власть тем временем усиленно разыскивает врагов украинства. В их число записывают уже не только политиков, но и учёных. И даже всемирно известного сербского музыканта Горона Бреговича. Из Киева Дарья Григорова. Фотосессию в образе циничного Бандеры Порошенко выложил в своей соцсети. На фото президент в камуфляже натовского образца с нашивкой. На днях президент оговорился во время встречи с вдовой убитого сотрудника СБУ. Циничный Бандеры. Циничные Бандеры. Бандиты в военной форме и с оружием в руках. Грабили украинцев, тайну убивали их. Свой рейтинг Порошенко как может пытается вывести из крутого пике. Сейчас он ниже, чем был у Януковича на момент Майдана. Но ясно, что политический пиар тут не поможет. О насущных проблемах страны говорили сегодня на первом заседании теневого правительства. В оппозиционном Кабмине 4 вице-премьера и 12 министров. Они будут готовить законодательные акты, которые фракция Юрия Бойко будет выносить на рассмотрение в парламент. В первую очередь здесь намерены добиваться реального особого статуса для Донецкой и Луганской областей. Если особый статус для Донбасса это путь к миру, то его нужно предоставить. Но согласно новой конституции, проект, который мы предложим во второй половине мая, все остальные 23 регионов в ближайшее время должны получить такой же статус. То есть фактически теневое правительство предлагает федерализацию. Наталья Королевская здесь, а она вице-президент по социальной политике, объявила, что больше трети украинцев живут за чертой бедности. И за последний год в нашей стране черту бедности пересекли 6 миллионов официально трудоустроенных людей и 11 миллионов пенсионеров. Правительство реальное вместо решения этих проблем предпочитает просто расправляться с политическими оппонентами. В Украине есть системные политические репрессии и доведение до самоубийств практически беззащитных политических пенсионеров и преследование руководителей местного самоуправления, которые имеют другую точку зрения и давление на прессу. Порошенко объявил новый этап охоты на ведьм. Сегодня генеральная прокуратура объявила в розыск экс-главу милиции Киева и его заместителя. Валерия Мазана и Петра Федчука обвиняют в организации штурма на Майдане 19 февраля. По тому же делу Евромайдана сегодня в Харькове продолжается суд над мэром города Геннадием Кернесом. Его обвиняют в пытках и похищениях. Как говорят защитники, процесс специально затягивается. Кумбартию... ...и ЛНР и поставках оружия. Это агония тех, кто находится в составе представляющих режим при власти. Они ведь понимают, что недалек тот час, когда им придется отвечать уже по-крупному перед народом Украины. Я не исключаю, что их еще на этом же Майдане, те, которые их избрали, палками гонять будут по этому Майдану и за пределами Майдана. Достается даже ученым, которые продолжают контакты с Россией. Используют повестки в военкомат с заведомо задним числом. Одним из первых пытались задержать директора украинского филиала Института страны СНГ Дениса Денисова. Но он по случайности был в командировке. Досталось от украинских властей даже сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. Его киевский концерт отменили после того, как артист выступил в Севастополе. Увлеченно зачищая политическое поле, власть словно не замечает случаев воровства на всех уровнях. Например, сегодня прокуратура открыла уголовное дело против двух военнослужащих Нацгвардии. Они продали два вертолета Ми-24Р по цене ниже на 5 миллионов гривен. А между прочим, именно борьба с коррупцией – это одно из главных предвыборных обещаний президента Порошенко. Дарья Григорова, Антон Леон.